Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Христос воскрес Воскресенье день, просияем, люди, Пасха, Господня Пасха, ибо от смерти к жизни, из земли к небесам, Христос Бог нас перевел, песнь победную поющих, очистим чувства и увидим неприступным светом воскресенье. Сияющего Христа и говорящего, радуйтесь, яко услышим, ясно услышим, воспевая песнь победную, Христос воскрес из мертвых, небеса достойно довеселятся, земля же дорадуется, допразднует и весь мир, как видимый, так и невидимый, ибо Христос восстал, веселие вечное, Пресвятая Богородица, спаси нас. Умерщвление предел сломила ты, вносив в очреве жизнь вечную Христа из гроба воссиявшего в сей день, Дева всенепорочная и мир просветившего, Пресвятая Богородица, спаси нас. Воскресшим, увидев Сына твоего и Бога, радуйся с апостолами, Бога благодатное, чистое. И первое слово, радуйся, как причина радости для всех, приняла ты, Богоматерь всенепорочная. Придите, будем пить, питье новое, не из камня бесплодного, чудесно изводимое, но бессмертие источник, пролившийся из гроба Христом, на котором мы утверждаемся. Христос, воскресе из мертвых! Ныне все исполнились света, и небо, и земля, и преисподнее, пусть же празднует все творение восстания Христа, на котором утверждаемся. Христос, воскресе из мертвых! Вчера я погребался с тобою, Христе, с тобою воскресшим в сей день восстаю, распинался я с тобою вчера, сам прославь меня с собой, Спаситель, в Царстве Твоем. Пресвятая Богородица, спаси нас! К жизни непорочной перехожу я в сей день, по благости родившегося от Тебя чистое, и все миры концы светом озарившего. Христос, воскресе из мертвых! Увидев Бога, Которого воплоти, носила Ты во чреве чистое, и из мертвых восставшим, как сказал Он, ликуй, и как Бога непорочно Его величай. Христос, воскресе из мертвых! Жены, пришедшие с Марии до рассвета и нашедшие камень отваленным от гроба, услышали от Ангела во свете вечном пребывающего, что вы ищете среди мертвых, как человека. Посмотрите погребальные пелены, бегите и мир возвестите, что встал Господь, умертвив смерть, ибо Он сын Бога, спасающего род человеческий. Христос, воскресе из мертвых! А божественная стража, богословесный Аввакум, достанет с нами и покажет цветоносного ангела, ясно возглашающего. В сей день спасения миру, ибо воскрес Христос, как всемогущий, Христос воскрес из мертвых! Мужем, как разверзающий девственное чрево, явился Христос, а как предлагаемый в пищу, назван Агнисом, непорочным же, как непричастный скверни, Он, наша Пасха, и как Бог истинный зовется совершенным. Христос, воскресе из мертвых, как однолетний Агнец, для нас добрый венец, благословенный, добровольно заколот за всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды солнцем. Христос воскрес из мертвых, Богоотец Давид, пред говчегом в подобном тени скакал, играя, мы же, святой народ Божий, исполнение прообразовав в виде, возрадуемся, Бого вдохновенно, ибо воскрес Христос, как всемогущий. Пресвятая Богородица, спаси нас, создавший Адама, твоего правоца чистая, созидается от тебя, и в сей день он смертью свою празднил, через того пришедшую смерть, и всех озарил божественными блистаниями воскресения. Пресвятая Богородица, спаси нас, в мире Христа, которого носила ты в чреве чистая, прекрасного, из мертвых воссиявшего. Сей день для спасения всех, славная и непорочная среди жен и прекрасная, с апостолами радуясь, его прославляй. Христос воскрес из мертвых Бодрствовать будем с раннего утра, и вместо мира песнь принесем младыке и Христа, узрим правды солнца, всем жизнь излучающая. Христос воскрес из мертвых Безмерное твое милосердие, видя Христе, связанные узами ада, к свету устремлялись радостными стопами, восхваляя Пасху вечную. Христос воскрес из мертвых Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, выходящему из гроба, как жениху, и отпраздную вместе с торжествующими небесными полками Пасху Божию Спасительную. Пресвятая Богородица, спаси нас! Просвещается божественными и живоносными лучами воскресения Сына Твоего, Богоматерь Пречистая, и радости исполняется. Благочестивых собрания, не отверстый врат детства превоплощений, не нарушил печати гроба, Царь Создание, и потому воскресшим Тебя видя, Матерь радовалась. Христос воскрес из мертвых Сошел Ты в глубочайшие места земли и сокрушил засовы вечные, державшие заключенных в окох во Христе, и на третий день, как из кита Иона, воскрес из гроба. Христос воскрес из мертвых Сохрани в печати целыми Христе Ты восстал из гроба заключенного от чрева Девы, не повредившей при рождении Твоем, и открыл нам райские двери Христос воскрес из мертвых Спаситель мой, живая и незакалываемая жертва, сам себя, как Бог, добровольно принеся Отцу, Ты воскресил с Собою общего родоначальника Адама, воскреснув из гроба. Пресвятая Богородица, спаси нас! И издревле удерживаемая Смертью и тлением, возведенных нетленной и вечной жизни, воплотившимся от Твоего причистого чрева, Богородица Дева, Пресвятая Богородица, спаси нас! Сошел в глубочайшие места земли, в недра Твои чистая, сошедший, и вселившийся, и воплотившийся превыше ума, и воздвиг Он с Собою Адама, воскреснув из гроба. Христос воскрес из мертвых, и хотя Ты сошел в гроб бессмертный, но уничтожил силу ада, и воскрес, как победитель Христе Божия, с женам мироносицам возгласив, радуйтесь, и Твои молотники. Апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим воскресенье. Прежде солнце, бывшее солнце, зашедшее некогда во гроб, придя еще до наступления утра, искали, как дневного света мироносицы девы, и одна к другой взывали, О, подруги, давайте помажем благовониями тела, источающего жизнь и погребение, плоть того, кто воскрешает падшего Адама, лежащую в гробнице. Пойдемте, поспешим, как волхвы, и поклонимся, и принесем мира, как дары, уже не пеленами, а плащеницу обвитому, и прольем слезы и воскликнем, О, владыка, восстань, дающим падшим воскресенье. Христос воскрес из мертвых, воскресенье Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое проем и славим, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем, Придите, все верные, поклонимся святому Христову воскресенье, ибо Он пришла через крест, радость всему миру, всегда благословляя Господа, воспеваем воскресенье Его. Ибо Он распятие претерпев, смертью смерть сокрушил. Воскрес Иисус из гроба, как предсказал, даровав нам вечную жизнь и великую милость, Христос воскрес из мертвых, отроков из печи избавивший, став человеком, страдает как смертный, и своим страданием облекает смертное в красоту бессмертия, единый благословенный Бог Отцов и Препрославленный. Христос воскрес из мертвых, жены богомудрые, с благовониями вслед Тебе спешили, но кого они, как смертного, со слезами искали, тому с радостью поклонились, как живому Богу, и Пасху таинственную. Ученикам Твоим Христе благовествовали, Христос воскрес из мертвых, смерти празднуем умерщвление, ада разрушения, иной вечной жизни начала, и в восторге воспеваем тому виновника, единого благословенного Бога Отцов и Препрославленного. Христос воскрес из мертвых, поистине священно и достойно всякого торжества, эта ночь спасительная и светозарная, светоносного для воскресения предвестниц, в Которого вечный свет из гроба во плоти для всех воссиял. Пресвятая Богородица, спаси нас! Умертви все день смерть! Сын Твой, всенепорочная, всем смертным жизнь пребывающего веки веков даровал, единственный благословенный Бог Отцов и Препрославленный. Пресвятая Богородица, спаси нас! Царствующим над всем творением, став человеком, вселился в Твое чрево, Бога благодатное, и распятие и смерть претерпев, воскрес, как подобает Богу, воздвигнув нас с Собою, как всесильный. Христос воскрес из мертвых! Этот желанный и святой день, первый от субботы, царственные и главные, есть праздников праздник и торжество из торжеств. Всей день благословляем Христа вовеки! Христос воскрес из мертвых! Придите, вкусим нового плода виноградной ложзы, божественного веселья, славный день воскресения, и примем участие в Царстве Христа, воспевая Его, как Бога вовеки. Христос воскрес из мертвых! Подними очи Твои, Сион, и вокруг посмотри, ибо вот сошлись к Тебе, как божественно сияющие светила, от запада и севера, и моря, и востока, дети Твои, благословляющие в Тебе Христа вовеки. Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Отец, Сидержитель и Слово, и Дух, единое в трех лицах существо Всевышнее и Божественнейшее, в Тебя мы крещены, и Тебя благословляем во все века. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пришел в мир Творец через Тебя, Дева Богородица, и чрево ада расторгнув нам, смертным воскресенье даровал, потому мы благословляем Его вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас! Низложив все могущество смерти, Сын Твое, Дева, своим воскресеньем, как Бог крепкий, вознес нас с Собою и обожил, потому мы воспеваем Его вовеки. Христос воскрес из мертвых! Светись, светись, Новый Иерусалим, и во слава Господня над Тобой взошла! Ликуй ныне радуйся, Сеон, Ты же радуйся, чистая Богородица, воскресенье рожденного Тобой! Христос воскрес из мертвых! О Божественное, о Возлюбленное, о сладчайшее Твое Слово, ибо Ты неложно обещал быть с нами до кончины века Христе, держась Его, как якоря надежды нашей, мы, верные, радуемся. Христос воскрес из мертвых! О Пасха! Великая и священнейшая Христе! О мудрость! И Слово Божие силы! Даруй нам совершение к Тебе приобщиться в вечно светлом дне Царства Твоего! Пресвятая Богородица, спаси нас! Мы, верные, согласно прославляем Тебя, Дева, радуйся, дверь Господня, радуйся, град одушевленный, радуйся, ибо благодаря Тебе в сей день нам воссиял свет воскресения из мертвых от Тебя рожденного. Пресвятая Богородица, спаси нас! Веселись и радуйся, божественная дверь света, ибо Иисус, зашедший во гроб, зашел, просияв светлее солнца и всех верных озарив Богом обрадованная Владычица. Иисус воскрес из мертвых, плоти и уснув, как смертный цит, Ты, Царь и Господь! На третий день воскрес, Адама воздвигнув из трения и упразднив смерть, Пасханитление, Мира спасения! Да восстанет Бог, и рассеются враги Его! Пасха священная, в сей день нам явилась, Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всемечтимая, Пасха Христос-Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери рая нам открывшая, Пасха освящающая всех верных. Как исчезает дым, да исчезнут, Идите после видения жены-благовестницы, Ксиону возгласите, Прими от нас радость благовестия В воскресении Христовом. Веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим! В царях Христа узрив, как жениха, Из гроба выходящим. Христос воскрес измертвых. Тогда погибнут грешники от лица Божия, А праведники, да возвеселятся, Жены вереносятся глубоким утром Гробницы жизни подателя, Представ, нашли ангела на камне восседавшего, И он, обратившись к ним, Так возглашал, Что вы ищете живого между мертвыми? Что оплакиваете нетленного К тлению подпавшего? Возвратившись, возвестите ученикам его, Христос воскрес из мертвых. Это день, который сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вон, И Пасха радостная, Пасха, Господня Пасха, Пасха Всесвященная нам взошла, Пасха радостно друг друга обнимем, О Пасха, избавление от скорби, Ибо из гроба в сей день, Как из брачного чердога, Просеяв Христос, Жен исполнил радости словами, Возвестите апостолам слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и всегда, И во веки веков. Аминь. В воскресенье день, И засияем торжеством, И друг друга обнимем, Скажем, братья, И ненавидящим нас, Все простим ради воскресенья, И так возгласим, Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, И тем, кто в гробницах, Жизнь даровав. Молитесь, Игнать Тихо. Спасибо, Господи, Помилую от Самых, Родителей, стройников, Благодетели, Митрополита, Илариона, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Олепия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона, и весь священнище и иноще скичин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай священника, если угодно тебе. Смири власти воинства их, наведи страх твоих, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, дабы издавали мудрые законы, дабы дали достойно прожить человеку, дабы было из чего выделять нуждающимся. Аллилуйя! И дару мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Господи, помилуй детей из Сирии. Спаси и помилуй. Слава тебе, Господи, за эту тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха и в этот день. И сохрани нас и селение наше здесь от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима и сына Владимира, обрати, дай ему веру твою святую. Могостои Людмилу, Любовь Владимира, Алексея, Иосифа, прищи добрых жителей, знающих уставы с детьми. И нас помилуй. Милости твоя ради. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алик, Расшир, ты делу общим. Найди Найди Новая Душа, Спаси и помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Евгению, Наталью, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахи, Ильезру, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Галину, И самире дай веру, дабы не верила лжепророкам, а приняла истину в Тебя, Господи, верующие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Возри на врагов наших, на угрозы их, и разруши их замосты, садиланы против нас. Коснись их сердец, умягчи их и примирись с нами. Если угодно Тебе. И в судный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея, благослови благодетели наших, воздаем добром, наставь на путь истинный. Елену, Людмилу, Нянилу, Евгения, Наталья, Юрия, Светлана, Глава. Слава Тебе, Господи. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство. Евдокия, Валентина, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марии, Татьяну. И Романа, избави от духа лжи, упрямства, и покорства тебе. Благослови путешествующих, Раису, два Виктора, Виталия. Помилуй милости Твоя ради. Косни сердце этого Алексея, обрати его на путь истин, дай ему покаяние. Освободяйте нужного от рестецов, любящих человека. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который дал мне веру в Тебя, это дивный дар неба. Дал страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов. Воздай вечности, добром и милости Твои всем, трудившись над моей душой Морею, Степана, Александра, Михаила, Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Господи, воздай вечности, добром, помогавшим нам в путешествии. Павла, Динаиду, Владимира, Дмитрия Сергея, Людмилу Надежды и всех, Господи, Ты знаешь их. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебе, мой мой ангел, столько лет ты хранил, защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством страшным и непонятным. И веди на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Укрепи народ твой, Господи. Мужчина, житель бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать, никогда не роптать и быть во всем экономным и видеть нуждающихся в нашей помощи. Аллилуйя! Господи, Господи! Мужчина, вспомнить о последнем дне нашей жизни на земле, и чтобы светильники наши горели истинной верой, указывая пути другим к спасению. И помоги нам, Господи, наполнить сосуды наши добром, соделанным с любовью и Духом Святым. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Господи, в каждом ударе жилье Сергея Гавриэла не пройди их и устрои дела. Молите Бога о нас. Святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Иоавель, Нои, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Илесия, Иаи, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, пророк Михе, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода то наше отшествие не засталось, не готовым. Помилуй нас, Боже, помилуй. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серапимы, все небесные силы престола Божия предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лукоян. Дару Господь нам жаждет исследовать и вникать в Слово Божие. И поществу есть священное писание, мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Бобоносец, Поликапс, Минский, Юстин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат и Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Комедийский, Георгий, Победоносец, Победитель Иимон, 40 святых мучеников, Царь Николая, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Греб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя. Анфиму, Вениамину, дай веру, Саши родители, за такое воспитание. Посети болящих, дай силу им все перенести и укрепи их. И дару исцеления Валерия, Иллариона, Кирилла, Надежды, Валентина, Валентина, Неанилу, Сапию, Анастасию, Младенца. Ты все знаешь, и Господи. Благодарю тебя, Владыка, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу нам. Аллилуйя. Сохрани наше это сокровище в интернете, книги здесь и в пути, и через них найди новые души и трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор. Сергея, Сергея, Андрея, Виталия, благослови его и возврати в мире. И Никите даруй духовное рождение и жизнь во Христе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Обратите, Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Молите Бога о нас, святые отцы, Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Прямсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иоанн, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серапин, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Имефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Иоанн Тайский, Филарет, Иоанн Тобольский, Переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Дарут Господь нам любовь к Слову Божию, Бороться за то, Чтобы никто не повредил его, А замостерите кофе, И что преврати, О нас сохранив святой православной вере, Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Фекла Первомущеница, Фатино Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепетую, Татьяна Ирина, Ольга, Лена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Усина, Да дарует Господь им послушание и молчание, целомудрие и стыдливость и сохрани их от всяческого поругания. Людмила Иоанна, прими нашу молитву, воздяне рук, как жертва вечерняя, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Мы просим Тебя, Владыка, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, Господи Божий, любящий наш Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа мы просим найти те души, о которых мы молимся, обрати, укрепи во славе Твоей. Тебе, Божья, хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай Траб Твой. Аминь. Христос воскрес. Во истину воскрес. По истину воскрес. По истину воскрес. Спасибо. Мы продолжаем чтение материала из книги Кристину и Православию. Тема «Спаси Господи от лжи». По евангельскому закону человеку надо говорить только правду, единственную правду и ничего, кроме правды. Потому что всякая неправда есть грех. 1 Иоанна 5,17 «А возмездие за грех смерть» Римлянам 6,23 «Вечная погибель от лица Божия в гиенском огне вместе с дьяволом, где не будет конца мучению во веки веков». Откровение 12,10 «Всякая ложь исходит от дьявола. Христос дает эталон ответа на вопрос, почему люди не верят Библии, то есть самому Христу, а верят басням, мирским и церковным предрассудкам, слухам. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он отец, ибо он лжец и отец лжи, а как я истину говорю, то не верите мне. Ивангелие Таана, 8 глава, 43-45 стихи. Дьявол по-гречески клеветник, откровение 12 глава. Дьявол есть лжец и отец лжи. Христианину можно или не отвечать, молчать, подражая своему учителю Христу, цитата, и опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа, Иоанна 19,9. Или отвечать правдиво и даже в виде аллегории, смотри, житие святителя Пантелеемона. Никогда не желай говорить какую бы то ни было ложь, Сирахов 7,13. Потому что злой порог в человеке ложь, в устах не вешт она всегда. Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь, но оба они наследуют погибель. Сирахова 20 глава 24-25 стихи. Стыдись предначальником о лжи. Сирахова 41-21 Ложь вошла в мир через женщину и потом через нее как через передаточное звено и мужа. Вот почему жене и не дозволяется быть священником и учить мужа, но быть в безмолвии. Неправда причиняет смерть. Премудрость 1-15 Остерегайся всякой неправды. Сирахов 17-12 Библия предупреждает о последнем времени, когда цитата умножится на земле неправда и невоздержание. 3-е эстре 5-10 Это особенно будет видно тем, кто живет во Христе. Ложь охватит все сферы жизни. И чем выше должность, тем неслыханнее ложь. Совершенно нетерпимо это появилось у судей оплетчиков лжи. Иов 13-4 Что пожелание Евнуха кастрата растлить девицу, то производящий суд с натяжкою. Сирахов 24 Грех лжи у следователей и судей и прокуроров безмерно вырастает от того, что он имеет власть не только оклеветать, но и имеет власть избежать самому наказания за ложный суд. По закону Божию цитата «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя кого в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот ложный ложно донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, «Истреби зло и среды тебя» Таразакония, 19 глава, 16 по 19 стих. Случилось, что два генеральных прокурора оболгали невинную душу, приговорив ее на смерть. И это было обнаружено. В этот же день оба заслуженных судьи лишились жизни, были казнены. Даниил сказал ему, «Точно солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все забрание закричало громким голосом, «И благословили Бога, спасающего надеющихся на Него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная». Пророк Даниила, 13 глава, 62 стих. «Лже свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Притча 19, 5. «Лица судей он закрывает» Иов 9, 24. «Он судей делает глупыми» Иов 12, 17. «Поистине, кого Бог решил наказать, у того прежде всего отнимает разум и совесть. Сколько появилось судей с худыми мыслями» Иакова 2, 4. «Когда судьи перестали Бога бояться и людей стыдиться» Лука 18, глава. «Судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости» «Судьи судят за взятки» Михея 7.3 «Так житие Пимена Великого 27 августа, слышим его» «Не твори суд по слуху, но исследуй, узнай, если виновен, осуди как преступника, а если не виновен, отпусти». Так говорит святой о родном племяннике. «Советские судьи, знаменитые тройки, это дьявольская троица» Иоанн Златоуст том 6 700 страница подвела итог от обвинения словами к товарищу Маузеру по словам Афанасия Великого 18 января памяти «Исчезла правда». Из жития святой Ирины память 5 мая доносится вопль дьявола «Я отец всех пьяниц и всякой лжи». Святой Амфилохий память 23 ноября убеждает «Всякая ложь от дьявола, ложь велика, мала ли от дьявола она», говорит Иоанн Прозорливый 27 марта память «Чтобы никогда не говорить ложь нужно помнить что за всякое слово на суде Божьем после смерти придется держать ответ и душа начнет спотыкаться на мытарстве лжи Анове 5 июня когда братья просила его сказать о себе что-то великое сказал с уст моих не сошло ложное слово знать немало это заслуга жить не по лжи как заклинает нас солженицы судя по написанному в Библии судьи более всего подвержены этому смертному греху лжи это чисто профессиональный грех видимый всем цитата подлинно ли правду говорите вы судьи и справедливо судите сыны человеческие беззакония составляете в сердце кладете на весы злодеяния рук ваших псалом 57 2 3 стих это было уже три тысячи лет но вина падает не только на следователя но и на того кто дает ложные показания на себя думая потом исправить все на суде Библия запрещает это ложь говорит каждый своему ближнему псалом 11 3 стих когда обвиняли святого дулу старотерпца в краже память 15 июня он твердил одно лгать на себя не могу так и не сознался пострадав от клеветы по святому поисию 19 июня обратились прояснить дело о украденной вещи вор был уже найден как думали все ибо подозреваемого схватили по указанию почитаемого монаха святой поисий немедленно восстановил справедливость оправдав невинного и указав и указав что в устах уважаемого в кавычках следователя криминалиста сидит дух лживый демон дьявол проконтролируй поисий великий сегодня всех следователей но в рассуждении дел семейных житейских все люди судьи неправедные псалом четвертый третий стих а тут робы заблуждают все говоря ложь сделали ложь для себя убежищем прокисая 18 глава 15 стих лгут все и всюду правители народу народ правительству муж жене дети родителям советский союз не только империя зла но и империя лжи и еще дальше удалиться истина и приблизиться ложь третья язра 14 17 сколько ветреников проповедуют нынче ложь Михея 2 11 экстрасенсы лекодери учителя детки орерихи кашпировские ванги целители душ белые черные братья и кришны сколько их куда их гонит господи удали от нас пути лжи цитата я ненавижу ложь и гнушаюсь ею ненавижу всякий путь лжи спаси нас от человека говорящего ложь суету и ложь удали от меня псалом 118 29 стих и 30 и 30 глава 30 псалом 8 стих чем выше должность тем гнуснее ложь человеку дан язык чтобы иметь средства общения уметь до другого донести свою мысль получая же своих коллег министр иностранных дел наполеона толеран изрек язык дан для сокрытия мысли говорить не то что думаешь министр пропаганды гитлера геббельс из глубины ада получает всех президентов и верховные советы чем чудовищнее ложь тем скорее поверят и обнадеживают народы ложью иеремия 28 15 поистине прав Феодор студит память 14 ноября горько воздохнувший истина принесена в жертву лжи строг суд будет над начальствующими и предстоит им строгое испытание премудрость 6 глава 5 и 8 стихи если часы на руке человека показывают неверное время то заблуждается один от силы несколько человек но обман вокзальных часов менее велик чем сигналы точного времени из Москвы если они будут лживы если это так зримо в делах мирских то какова вина тех часов духовных на самом высоком уровне как патриарх феофил Александрийский смотри житие святого Иоанна Златоустова память 13 ноября оказавшийся лжецом клеветняком наставленным самим сатаной православный патриарх не еретик но грех феофила с его смертью изгинул какова же вина митрополита Сергия строгородского будущего сталинского патриарха оболгавшего всех мучеников отрекшегося от них предавшего церковь в руки сатанистов и антикристов открывшего дорогу врагам божьим к алтарю 1927 года пошло невиданное обмерщение церкви когда на все архиерейские должности на должности благочинных храмов и монастырей коммунисты стали ставить своих проверенных людей волков в овечьей одежде изнутри разваливающих церковь правда и ложь свет и тьма божья и дьявольская все перемешалось грань между миром и святостью исчезла таинства потеряли подлинное значение все превратилось ложь для крещения чтобы стать христианином нужно готовить человека до трех лет и чтобы заготовящегося было два поручителя из членов церкви чтобы доподлинное было свидетельство что что оглашенный воистину жаждет стать христианином и только потом крестить в три полных погружения в воде когда скрываясь в воде не стоя на кафельном полу умирает для прежней греховной жизни во лжи появляясь из воды воскресает для новой жизни в истине если этого ничего не делается ныне в церкви тогда все делаемое там есть гнусная страшная ложь обман простодушных если неприготовленные приступают к причащению пьют и едят себе осуждение смерть а не воздравия ибо не рассуждают от смерти господней то есть не решаются умереть со христом для этой жизни лживой это же касается и венчаний все это лишь обрядоверческий камуфляж имитация под истину бесплодная вера соблазн для сердец она разрушает надежду в конец напрасны учения напрасны слова вера без дел перед Богом мертва лишь вера несущая плод для Христа велика могуча пред Богом свята почему же лгут люди священники учителя торгаши Христос ответил так славу друг от друга принимаете а славы которые от единого Бога не ищите Ивангелие Таана 5.44 12.43 ибо возлюбили больше славу человеческую нежели Божию на каждой литургии диакон резко отделяет третью часть богослужения обращаясь к народу оглашенные языдити этот возглас он произносит трижды по правилам по смыслу здесь как говорят святые отцы и составители литургии Иоанн Златоуст диакон должен вывести из храма всех кто готовится к окрещению кто отлучен от церкви за грех вывести посторонних и тогда только тогда те кто верные продолжают третью часть литургию верных сегодня даже под страхом расстрела во всех храмах московской патриархии не смогут выполнить свой возглас и призыв ибо смешали святое семя с необрезанными халдеями а значит и возглас и призыв есть ежедневная ложь и церковь превращается не в лечебницу где тщательно дезинфицируются приборы чтобы заразная кровь спида или чумы не попала в тех кто пришел на лечение сегодня же в храмах патриархии положение как в больницах Волгограда и Элисты где невинные дети погибли из-за легкомысленных врачей священники его оскверняют святыню попирают закон сов 3 3 все они бесполезные врачи Иов 13 4 врачуют раны народа моего легкомысленной Иеремия 6 14 обольщают слепотствующий народ словом благодать не разъясняя что для неприготовленных все это смертельно опасно но так уж привыкли принимать славу друг от друга заменили истину божью ложью римлянам 1 25 продолжая доказывать будто кого-то спасла декларация сергия и кого-то спасает такое расширение врат входа в небо бог же призывает не говорите лжи друг другу колоссянам 3 9 озвернитесь лжи ефесянам 4 25 и народ в основной массе верит лжи 2 фисалони 2 глава 11 стих потому что не заботились иметь бога в разуме 1 иоанна 2 21 но участь лжецов в озере огненом откровение 21 27 от любви к славе человеческой рождается ложь храни себя от лжи ибо она изгоняет страх господень ауа Исайя надо налил гать имея ввиду что-нибудь полезное этого не позволяет сказанное господом которое решительно говорит что ложь от дьявола Иоанна 8 44 не указывая никаких различий во лжи Василий Великий у лживого дерзкое сердце он охотно выслушивает тайны и легко открывает их он умеет низлагать языком своим и тех которые твердо стоят в добре злополучен и жалок тот кто коснеет во лжи потому что дьявол лжец и отец лжи кто коснеет во лжи тот не имеет дерзновения потому что ненавистен и богу и людям лживый человек ни в каком деле не заслуживает одобрения и во всяком ответе подозрителен нет язвы глубже этой нет позора выше этого лжец для всех гнусин и всем смешон поэтому будьте внимательны и не коснете во лжи дьявол увлекает нас в хитросплетение чтобы человек оправдывал себя когда виновен извинял себя в грехе и беззаконии и извинением и виновностью усугублял свое бедствие дьявол учит нас изворотливости в слове чтобы когда спрашивают не высказать нам вины своей и чтобы сделав грех извернуться и оправдать себя Ефрем Сирин ложь гнусное бесчестие человека избежим обвинения называемого ложью не делай себя в глазах друга незаслуживающим доверия чтобы не встретить к себе недоверие даже и тогда когда говоришь истину тот кто оказался лжецом в одном уже не стоит того чтобы ему верили даже и в том случае если он говорит правду как горющее вещество от дома удаляй ложь от уст своих нет ничего бессильнее лжи хотя бы она прикрывалась бесчисленными покровами ложь всегда изоблегчает сама себя тем чем думает повредить истине а между тем истину обнаруживает яснее Иоанн Златоуст спитающий ложь извиняется благами благими намерениями и то что на самом деле является гибелью души он считает правым делом кто стяжал страх божий тот устранился от лжи имея в себе неподкупную судью свою совесть Иоанн Лестричник нужно большое внимание чтобы нам не быть окраденными ложью ибо лжец не имеет общения с Богом ложь отчуждает от Бога мысленно лжет тот кто принимает за истину свои предположения то есть пустые подозрения на ближнего как всякий грех происходит или от сластолюбия или от сребролюбия или от славолюбия так и ложь бывает от этих трех причин человека лжет или для того чтобы не укорить себя и не смириться или для того чтобы исполнить свое желание или ради приобретения и не перестанет изворачиваться и ухищряться в слова до тех пор пока не исполнит своего желания такому человеку никогда не верят хотя бы он и сказал правду никто не доверяет ему и самая правда его кажется невероятной будем избегать лжи чтобы избавиться от участия лукавого и постараемся усвоить себе истину чтобы иметь единение с богом сказавшим я есть путь и истина иоанна 14 6 авва дорофей видим что разная ложь бывает в мире лжут купец когда говорит что товар его такой-то цены стоит а это не так лжут свидетель на суде когда говорит то чего не видел и не слышал или не говорит того что видел и слышал а черный называет белым а горько сладким лжут работник который взяв достойную цену обещал работать усердно нанявшему его но работает лениво или совсем не работает лжут должник который занимает деньги обещает отдать но не отдает лжут пастырь который обещает и присягает пасти стада овец христовых но не пасет или нерадиво пасет их так лжет христианин который в крещении святом обещает работать Христу Господу но не работает таков всякий кто по святом крещении беззаконует и прилепляется к суете мира сего Тихон Зардонский цитата наши правоцы прельстились то есть признали истинной ложь и приняв ложь под личиной истины неисцелимо повредили себя смертельным грехом ложь есть источник и причина вечной смерти Игнатий Бринчанинов есть два случая в которых позволительно говорить о ком нибудь дурное но правду когда необходимо посоветоваться с другими опытными в этом как исправить согрешившего и когда нужно предостеречь других немногословия которые по неведению могут быть нередко в сообществе с плохим человеком считая его добрым кто без такой надобности говорит что-нибудь о другом с намерением очернить его тот клеветник хотя бы и говорил правду Василий Великий если жалоба несправедлива то делается клеветой Григорий Богослов если же подвергнешься клевете и после откроется чистота совести Твоей не гордись но со смирением служи Господу избавившему тебя от клеветы человеческой Ефрем Сирин цитата для многих невыносимее всех смертей кажется то когда враги распространяют о них худые слухи и навлекают на них подозрения если это правда исправься если ложь посмейся над этим если сознаешь за собою то о чем сказано вразумись веселись и радуйся по слову Господа помни что тот кто слышит о себе клевету не только не терпит вреда но еще получит величайшую награду никогда не принимай клеветы на ближнего своего но останавливай клеветника такими словами оставь брат я каждый день грешу еще более тяжкими грехами как же нам осуждать других Иоанн Златоуст по мере того как будешь молиться за оклеветавшего Бог будет открывать соблазнившемуся истину о тебе Максим Исповедник цитата душа клеветника имеет язык с тремя жалами ибо уязвляет и себя и слышащего и оклеветанного Ава Фаласий оклеветали вас хотя вы не виновны надо благодушно терпеть и это пойдет вместо эпитимии за то в чем сами себя считаете виновными поэтому клевета для вас милость Божия надо непременно примириться с оклеветавшими как это не трудно Феофан Затворник многие не убивают руками человека и не уязвляют но уязвляют и убивают языком как орудием по написанному о сынах человеческих цитата у которых зубья опья и стрелы и у которых язык острый меч Псалом 56 5 многие не едят рыбы мяса молока чего Бог не запретил а даже благословил верным и познавшим истину принимать с благодарением 1 Тимофея 4 глава 4 5 стих но пожирают живых людей многие не подают делами своими соблазна это хорошо и похвально но языком разносят соблазны и от места на место переносят зло как больной заразу и как ветер пожар от него бывает много бед и напастей Тихон Задонский святой Иоанн Златоуст изображает правое дело в виде огня на который набросаны кучи сырой соломы и хвороста и на время заглушают огонь но потом когда все подсохнет огонь взметнется до неба нож всегда изобличает сама себя том 5 страница 42 11 том страница 811 и 122 нет ничего без сильнее лжи 8 том 184 и 380 хотя ложь всегда основывается по-видимому на истине 6 том 750 страница все на этом слава богу аллилуйя до следующей основе с богом с богом